Муниципалитеты продолжают подводить итоги социально-экономического развития за первое полугодие. Сегодня о проделанной работе отчитались власти Шумерлинского района. Расширенное совещание с активом провел глава Чувашей Михаил Игнатьев. Подробности у моего коллеги Дмитрия Ковалева. В своем вступительном слове на расширенном совещании с активом муниципалитета Михаил Игнатьев отметил, что Шумерлинский район демонстрирует неплохие показатели. Хотя работать еще есть над чем. Глава республики расставил перед местными властями приоритеты. Для Шумерлинского района сельское хозяйство – доминирующая отрасль. Именно в этой сфере сейчас реализуются крупные инвестиционные проекты. На рабочей встрече глава администрации отметил, что за последние годы удалось сократить количество заброшенных земель. В районе развиваются личные подсобные хозяйства. Пришли зарубежные инвесторы. Если брать последние годы, то нам пришлось вкладывать много усилий, прежде всего в восстановление, я так могу смело сказать, сельского хозяйства. И надо сказать, есть определенные результаты. В физическом объеме в этом году нам удалось увеличить посевные площади на 1800 гектаров. Для нас это большие цифры. Благо тут появились инвесторы. Инвесторы, причем иностранные. Создано ООО «Кеннет», которое и в этом году уже показало такой, значит, достаточный результат. На совещании с активом района Михаил Игнатьев поставил задачу развивать животноводство. В этом году в муниципалитете снизилось поголовье крупного рогатого скота. Хотя сейчас, отметил глава республики, аграриям выгодно заниматься производством мяса и молока. Еще одна проблема района – малокомплектные школы. Мы не закрываем эти школы и не будем закрывать. Вот здесь не должно быть никаких разговоров, сплетенслухов. По территориальному принципу мы сейчас обсудили, как нам надо быть, может быть, дошкольное образование. Надо с начальными классами соединять. У нас есть проекты многофункциональных универсальных центров, то есть детский сад и школа. Задача ближайших недель – завершить ремонт в школах. Глава республики обозначил крайний срок – 25 августа. На совещании местные жители смогли задать главе республики личные вопросы. Все просьбы Михаил Игнатьев взял на карандаш. Медрик Ковалев, Росель Мухаммедов, Республика.